400 метров сплошного бездорожья. Все из-за покрытия. С виду дорожки чем-то напоминают решето. Приличные по размерам дыры, словно проталины, виднеются едва ли не на всем протяжении. Как покрытие в манеже? Ну, среднее. Чуть-чуть хорошее. Местами, я так понимаю. Ну, местами хорошее, местами не очень. Возможно, оно плохое. Ну, вот там чуть видно, но это потому, что долго, наверное, не меняли, а может быть, не меняли. Здесь проводят занятия по физической культуре студенты вуза, здесь же проходят турниры сибирского масштаба. Пять лет назад покрытие меняли, но работы выполнили с браком. Именно такой вердикт вынес арбитражный суд после того, как руководители технического подали иск на подрядчика. В итоге строитель обещал исправить недоделки. Исправляет уже два года. А вот как раз один разговор был о том, что не я плохо сделал данную дорожку, а вы плохо ее эксплуатируете. Ну, наверное, то, что мы на ней проводим занятия, в том числе спортивные соревнования, является нарушением эксплуатации. Гарантия пять лет. Дорожки не продержались и три года. Экспертизы, которые заказывал вуз, показали, строители экономили на материалах. Резиновой крошке, с виду напоминающей черную икру, оказалось просто не на чем держаться. На это полотно тогда было потрачено 4 миллиона рублей. Сейчас выделяются деньги на ямочный ремонт. Владелец арены попытался исправить ситуацию с помощью клея и резиновых заплаток. Правда, эти самые резиновые заплатки стали отлетать вместе с новым некачественным покрытием. Отсюда вывод. Травмоопасно, говорят профессиональные тренеры и спортсмены. Именно поэтому сюда ни ногой один из главных легкоатлетов края, а заодно и мира Сергей Шубенков. Об этом барьерист еще раз подчеркнул на страничке в Инстаграм. Вот только даже несмотря на это, Манеж продолжает работать, а спортсмены мечтать о комфортных тренировках. Когда и будет ли здесь очередной ремонт, вопрос, как и сами дорожки, пока открытый. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.